Олег Кустов, Гиперкуп, Драматическая поэма Эпиграф Я должен поставить себя в историческую судьбу и историческую судьбу в свою собственную человеческую глубину. В самой глубине человеческого духа раскрывается присутствие какой-то исторической судьбы. Все исторические эпохи, начиная с самых первоначальных эпох и кончая самой вершиной истории эпохой нынешней – всё есть моя историческая судьба. Всё есть моё. Николай Бердяев. Смысл истории От автора В 1929 году по просьбе заместителя директора Третьяковской галереи Фёдорова Давыдова Казимир Малевич занялся подготовкой к персональной выставке. Работа спорилась. За считанные недели художник воспроизводит развитие мировой живописи – от наивной живописи и архаики наскальных рисунков и античных полотен к средневековому искусству – прерафаэлитам и барокко. Кисть художника двигается всё дальше от начала, всё ближе к настоящему, от классицизма и романтизма к реализму и импрессионизму. Он вдохновенно владеет любым стилем – мазки, точки, линии, портреты, натюрморты, пейзажи, полный экспрессии, новый век, кубизм, беспредметное искусство, супрематизм. Изображения вещей всё более схематизируются, превращаются в линии и геометрические фигуры и, наконец, упираются в точку. Чёрный квадрат. Абсолютный ноль форм. Всё. Дальше не может быть ничего. Только повторение, вторичное смешение, подражание чему-то известному. А может, гиперкуб. Зародыш всех возможностей. Выход за пределы известного. Открытие новых измерений. Осмысление заново. Гиперкуб и есть это осмысление заново. Демистификация истории голосами поэтов. Это одна из возможностей сказать то, что через них могло сказаться, но не состоялось. А может и состоялось, но до нас не дошло во всех смыслах этого слова. Отсюда необходимость диалога, который, не подменяя голоса самих поэтов и оригинальных произведений, никогда не останется безнадёжным. В действительности, в постоянном синтезе прошлого и настоящего, в универсальном порыве жизни, вечно жив тот, кто жив настоящим. Поэты все живы настоящим. С их присутствием язык снова говорит нами, как говорил в Золотой и Серебряный век. Стихи написаны от имени разных поэтов, тем самым вступая с каждым из них в диалог, имеющий форму стилизации. Творческий почерк каждого поэта индивидуален. Одни стилизации драматичны, как жизни и судьбы самих поэтов. Державный уклад, рабий рынок, в заточении, хроники голодомора, последнему другу, колыбельные ванюши, адская картина. Лиричны – завет судьбы, молодые годы, свет серебряный, дар жениха, другая галактика, настремними. Или философичны – презрение сует, привечной подруги, суд пророка, закон сохранения, наука конкретного. Некоторые из стилизаций представляют собой элегии и сонеты – благословение Фелицы, у камелька, таинственное воплощение, два начала, ожидание Персеид, парижское тело. Написаны в драматической форме или диалогичны – предсказания мельмота, любовь взаймы, звериный шабаш, голубые погоны, богоносный народ. Другие близки пародии – удар чечёткой, последняя копеечка, секретный объект, подражательный, ответ ростка, после бала, песенка сердечка, волшебный сон, воспитание воли. Содержит авторскую насмешку и сожаление. Генерал-палач, имперский дух, темница мира, такая жизнь. Ироничные и шутливые, снова думы, в альбом, мой визави, идеальный мужчина. Озорные и хулиганские, без О, не судьба, опять расхитители, член союза. Есть и детские стихотворения, мышиный концерт, шурум-рум. Одни стилизации следуют по преимуществу характерной для поэта стихотворной форме, будь то сновиденье, моему читателю, баллада соизволения, угол падения, другие – строю и содержанию самой мысли, мировоззрению, московский хан, слуга языка, поэза изысканности, «Ванька взводный», «Моя гармошка», «Новый отсчёт». Вплоть до заимствования строк – «Своеволие забав», «Волшебный сон», «Шампанское вино», «Голос гиганта», «Слава поэта». Наиболее удачные сочетают форму и содержание – «Русский штык», «Великий удел», «Канон гепатии», «Складно-ладно», «Осеннее ослепление», «Трофейное кино». Вместе с тем, каждая из стилизаций – диалог с современностью. Это разговор о том, как видится и слышится сейчас, в настоящем, четверть тысячелетия русской поэзии, а с ней исторической памяти. Конечно, предлагаемая точка зрения субъективна и, не претендуя на исключительность, значима именно как предложение, постмодернистское по своему духу, дать сказаться тому, что на взгляд современника должно прозвучать отчётливо и ясно в поэтическом творчестве вчера, сегодня, завтра. Ведь русский язык много больше того, что последние сто лет называется Россией. Как и Россия – не один только русский язык. В геометрии гиперкуб – суть аналог трёхмерного куба в четырёхмерном пространстве. Фессеракт – актохор. Один из шести правильных многоечейников в четырёхмерном пространстве. А если число измерений не оговаривается, гиперкуб – это фигура, каждая вершина которой связана определённым количеством рёбер с другими вершинами. Количество этих рёбер или вершин определяет размерность гиперкуба. Так будь же эта размерность не ограничивается рамками общественного строя, исторически не однажды перевираемого революционными преемниками. История – это всегда люди. Творческий человек, собеседник, соавтор, готовый войти в воду, в которую входили или по которой ходили предшественники. Предмет кубической формы при соответственных размерах вписывается в квадратное отверстие, и тогда этот квадрат, который у Малевича чорен, из конца истории превращается в многомерное начало. Историческая всегда тайна, но это тайна несокрытости смысла. Для того, чтобы проникнуть в эту тайну исторического, я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю, как до глубины моё, как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу. Николай Бердяев. Смысл истории. Гиперкуб стилизации – драматическая поэма, чьи действующие поэты, а драму составляет сама история. И чем более угадывается авторский голос в каждой из стилизаций, во множественности шибалета, секрета без секрета, в зашифрованной манифестации шифра как такового, тем ближе эта история настоящему и, вне сомнения, будущему. Действие первое. Предреволюционное. Акт первый. Михаил Ломоносов Презрение сует Я думал усмотреть, чьим разумом творенье Постигнуто меж звезд летучих в тяготенье, И, ежели оно стремится к центру сил, Положен ли предел движения светил. И понял. Притворит свой промысл вседержитель, Коль в божеской руке вселенная обитель В тугие головы прольёт науки свет И усугубит дар презрением сует. Гаврила Державин Благословение Фелиции Три черри кроноса равно неизбежимы, И ни одной из них не можно услужить. Три мойры вечные умом непостижимы Судилища судьбы предызбраны вершить. Для младшей нипочём, ни лето и ни зимы, Молотке всё бы ей людскую участь вить. Постарше меряет решение незримы, Старуха вслед за ней перерезает нить. Не усомнись ничуть, судеб императрица, Лежит к звездам твой путь, премудрая Фелица, И добродетелью сияет знаменит. Не страшно мне, когда могу я заблудиться, Подскажут звезды путь, и царственно десниться Цветением весны меня благословит. Иван Козлов У Камелька Сон отлетел, подушки мнут бока, Чуть рассвело, и мне у камелька, Угасшего в томительном дрожанье, Послышалось, как будто отпеванье. И голос был суров, хоть невелик, В его звучанье мой слух проник, И церковь под зелёными ветвями Привиделось с погостом и крестами. За ней холмы тянулись чередой, Пруды сверкали голубой водой, Дышали рощи ровно и спокойно. Шла служба благочинно и пристойно, Вдова крепилась, маленьких сирот не омрачила бы Печаль забот, когда бы ни минута роковая. Священник, тленный прах благословляя, Ударить в медный колокол велел. И тут, смотря на гроб, я обомлел, Моя душа свободная витала, А тело со свечой в руках лежало. Скорей к нему я ринулся душой И вдруг очнулся. В комнате большой потрескивают в камельке поленья, Домашние подносят чай, варенье, Но всё ещё мне чудится кругом И колокол, и долгое бом-бом... Василий Жуковский Ответ Ростка Оттаяв, сад мой пробудился. Скажи, Росток, зачем пробился на Божий свет? Из-под земли, куда в глубины адской ночи Меня с рожденья погребли, Я вырос, не утратив мочи, И тем силён любой росток. Зачем живое ввысь стремиться, Знать не дано, но не страшится Восхода солнечный восток. Денис Давыдов Русский штык Гусары, вам, питомцам славы, Во цвете юношеских лет, Весьма сомнительный предмет, Что свет, что модные уставы. Мои усы уже седые, Но странник кочевой вернусь, Когда грозою грянет Русь, Чем полны были дни былые, В лихие усачи-рубаки, Кто вскачь на ухарском коне Героям в схватке на войне. Гусары, ёры, забияки Сменили меч булатный предков На саблю звонкую и штык. Пусть будет острым ваш язык И крепким у штандарта древка. Без торжества не быть в Париже, Не горцевать, не соблазняс, Чтоб слышен был ваш жзычный глаз, Напора в руку вам и ниже. Константин Батюшка Завет судьбы О, вольность, дар небес, И сердца тихий жар. На кухне закипел пузатый самовар, Зывает в дом гостей проворная девица, Бронится сам с собой, Беспечный мой возница, Щенята тощие резвятся не поймать, В гостиной у окна читает детям мать, Все слышится окрест, Все тут же подмечаю. Мой друг, но где же вы? Пора напиться чаю, Оставьте на потом героев ваших книг. В застолье с пирогом Покою ни на миг. Киприда и эрот нас занимают в туне, Но долго говорим о ветреной фортуне, О карточной игре, о платьях, о пере, О шёлковой тесьме и дамах при дворе, О жрицах вакховых, слегка обвитых хмелем, О вакхе, что для них играет на свиреле, И всё гляжу на вас, нам сладостна мечта, Которая, как щит, хотя пуста, пуста. Всё сильно чувствую, блаженный нищий духом, И взором всё ловлю, и жадным острым слухом. Как строг завет судьбы! Под кровом тишины, при свете облаком Подёрнутой луны стягает лошадей Неистовый возниться и горестно признать, Что не сумел открыться. А там, о, бог любви, минует день-другой, Расстанемся, увы, мой ангел дорогой. Я возвращусь в своё убогое жилище, В Пальмиру севера, где хладный ветер свищет, На хлябе и брига ложится редкий луч. Там странник дом искал в разрывах тёмных туч, А юность проводил в веселье и забавах, Грустя в душе своей о солнце и дубравах, И с ризы отрихал один лишь тлен и прах. Святая истина! Нет счастья в пирах! Лежащий на цветах меж нимф и нежных граций, Певец веселья осиротел гараций. Таков железный век! Кто прежде обметал Пыль с мраморных крылец, тот ныне знатен стал. Что ж делать нам? Пускай души поэтов свойства Мечтою находить блаженство и спокойство. Счастливая мечта! Вы, ангел мой, со мной, Хранитель, гений мой поэзии родной, Я возвращусь к себе, оставив пепелище, В Пальмиру севера, в убогое жилище, Там, у камина став с поникшей головой, Блаженство в будущем приму за жребий свой. Пётр Вяземский Снова думай Друг мой милый, друг мой верный, День волнуюсь, ночь не сплю, Это признак немизерный, что страдаю и люблю. Осенило на мгновенье, словно молния, удар, Где найти теперь спасенье, остудить немного жар. Если вместе сводится лучей, то я знаю наперёд Песню радостных созвучий, пусть же случай нас сведёт. Ходят, бродят корабли на другом конце земли, Жаль, что эти корабли нас с тобой не увлекли. Снова думай, друг мой милый, Помнишь ли гонителя И амурчик легкокрылый Заменил спасителя? Светской барщины неволю Сколько можно исправлять В экспедицию на полюс? Капитан согласен взять. Беллинсгаузен откроет В южном море материк Для таких, как мы, героев, У пингвинов свой ледник. Ходят, бродят корабли На другом конце земли, Только эти корабли Взять нас на борт не могли. Кондратий Рылеев Державный уклад Герои, пастыри, святые, В истории Карамзина Стоют из прошлого живые, Зачитываюсь до темна. И то же всё, как в годы оны, Разбитые наполеоны Сжигают за собой мосты, Твоих врагов попрана выя, Держава славная Россия, Каких сынов взрастила ты! И никакой не зная меры, Ты и страдалась вся горя, В леса уходят староверы, От своеволия царя Спасая древние обряды, А тот во гневе шлёт отряды, Спалить киржатские скиты, И с ними книги вековые. Держава бедная Россия, Каких сынов казнила ты! Пугаясь всякого раскола, Навязываешь свой уклад От одера и до табола, Чтоб не был кто свободе рад. На усмирение народов Не прекращаешь ты походов, Пылают мщением фронты, Дружины гибнут боевые. Держава грозная Россия, Каких сынов сгубила ты! Вильгельм Кюхельбекер РАБИЙ РЫНОК Тоска, смятенье и восторг Смешались у рядов торговых. Идёт, кипит публичный торг, Рабов приобретают новых Для услужения в городах, Для тягостных трудов в деревне. Под вечер слышен смех в садах, И музыка чуть в отдаленье. Гордец к поместью родовому Присыплет, не стыдясь трухи, Семейной хроники солому, Продекламирует стихи, Ярлык на лоб нашпилит деткам И матерям их крепостным, И сумму ровно по монеткам Сравнит со кладом должностным. — Всё в жизни контрапункт суровый, — Со мною высприн ученик. Я возвращаюсь в град Петровый, Где Бога так и не постиг. Зато таинственные тени Друзей блуждают вкруг меня, Кто свой победоносный гений На важный чин не променял. Смотрю с тоской на рабий рынок, Душа смятеньем полна, Как разрешился поединок, Восторгом прошлым грош цена. Всё то же самое в столице, Идёт, кипит публичный торг, А на Сенатской Пётр мчится. Тоска, смятенье и восторг. Акт 2 Александр Пушкин Предсказание Мельмота Пустынная улица, Мельмот и Стэнто Мельмот Зачем искал меня? Стэнто Пожалуй, когда бы тень твоя могла Лечь от угла и до угла, Ты б задушил и самый малый, Последний проблеск бытия. Мельмот Что хочешь от меня? Стэнто По счастью, не можешь ты упиться властью, В огнях заставы тень твоя Раздута, словно паруса, Но озарятся небеса… Мельмот Мне всё равно, ведь я бывал И там, куда никто не плавал. Что хочешь ты? Зачем искал? Стэнто Отворачиваясь Я многого желаю, дьявол… Мельмот Какое грубое словцо! А ну-ка, брось его в лицо! Не в силах? То-то и оно. Для сердца красное вино, А для души со дня творенья Одно лишь слово утешенья. Будь с телом мудр, физиолог, Со словом честен, филолог. Иное гибельно. Стэнто Тебе ли не спать ночей у колыбели И наставлять в любви детишек, Чтоб вы расстали из штанишек? Мельмот Я видел на своём веку, Как тот, кто хорошо знаком И представлялся ангелком, Мог волю дать и кулаку. Кто безобидным слыл слепым, Ворочал языком гнилым, И превосходством надо мной Не хвастал разве что немой. Кто для самих себя любимых В терзаниях неутомимых Не строил мраморный дворец? Как часто, повзрослев, Юнец Не прожил век пустым болваном, И тосты на обеде званом Не поднимал жену, презрев, За красоту невинных дев! Стэнто Сгучаешь краски, мрачный гений, Есть много разных исключений. Мельмот Их жребий самый невезучий, Плачевным будет каждый случай. Стэнто Талант, свобода, красота, По-твоему, лишь пустота? Мельмот Всё дети времени, А время Всегда своё съедает семя. Стэнто Неужто голод и войну Исчадье своего позора Поглотит время? Мельмот Старину руками ели, Но обжора в салонах и трактирах днесь Ножом и вилкой будет есть. Так время войнами и гладом Испытывает град за градом. Стэнто Я прежде слышал голос твой И взор запомнил огневой. Ты искушаешь провиденье Неистощимой клеветой, И, презирая вдохновенье, Прекрасное зовёшь мечтой. Хоть думал я тебя спросить, Озирается, Но вряд ли стоит заводить метафизические споры в таких местах. Мельмот На уговоры потратим время? Стэнто Разве ты сам не боишься Немоты потусторонней? Мельмот Мельмот Бедный мой, С молчанием и полной тьмой, Дано мне слово примирить Навеки Стэнто Про себя Можно ли судить, Поникнет ли мертвец живой Пред солнцем гордой головой? Мельмот Признайся же, угрюмый странник, Откуда ты и чей посланник? Мельмот Желаешь это обсудить? А, ты взыскуешь монолог. К твоим услугам, психолог. Тебя готов я оградить От неприятностей душевных, Напасти всяких злободневных Блезней, хворей и тоски, Мне это одному с руки. Так кто из нас с душой угрюмой Томится самой грустной думой? Стэнто Не знаю. В следующий раз спрошусь тебя, но не сейчас. Мельмот Напрасно. Время и пространство – Всего лишь внешнее убранство. Ты всё поймёшь. Но будет поздно. Стэнто Когда и где? Мельмот С тобою розно скитаться будем, Но потом… Посадят в сумасшедший дом на цепь тебя, И в голых стенах, при твёрдой памяти, любовно, стоять ты будешь на коленах, чтоб только вызволил тебя твой старый друг. И в полдень ровно решится вдруг твоя судьба. Друзей не оставляя в бедах, Я появлюсь тебя проведать. Исчезает… Евгений Боротынский Своеволие Своеволие Забав Едва окутал сон печальный Отцовский дом Зашла луна. Дверь, приоткрыв тихонько в спальной, К себе пускает шалуна Надменная краса девица, Затянута в тугой корсет. Любовью алчит насладиться На перстник дружеских бесед, И грудь её рукою сильной Сжимает нежно, негу пьёт, Порывы ласк любвеобильных Теснят дыханье хоровод. Ты хочешь, строгий мой читатель, Чтоб своеволие забав Зарезал цензор, А издатель печатал только шум дубрав? Итак, довольствуйся рассказом. Грусть простодушная и смешна. Он хочет насладиться Разом всей красотою, Но она освободиться От шнуровки не смея, Жмётся к молодцу, Её движения неловки, Ведь он слуга её отцу, Не для того в дому отцовском, Чтоб очаровывать сердца, И тщерь его в чаду бесовском Отъять от милости творца. И вот с отчаяньем соблазна, Раскаяньем поражена, Дружку указывает властно На дверь высокую она. К полуночи прощались гости, Мазуркой завершался бал, И, опираясь на трости, Чтоб не нарушить ритуал, Супруг своих сопровождали Почтенные отцы семейств. За ними залы покидали Озорники из казначейств, Кто дамам на меня пеняли, Как на виновника злодейств. Четы молодые за читой, Компанией своей нарядной, Блестя оправой золотой, Спускались лестницей парадной, Повсюду смех был разлитой, Сталоначальники седые Кивали важно головой, Кавалергарды молодые Напрашивались к ним в конвой. И только я в минуты эти В расстройстве вовсе был не свой. Я узнавал на трафарете Теней, бегущих над Невой, Всё то же общество. Покровы отринуты, как дань земле, Одни ужасные остовы Кружились в парах в хладной мгле. Была безумна в их глазницах Пугающая пустота, И скалились на тёмных лицах Немою похотью уста. Николай Языков. Волшебный сон. Во здравие поднимем чаши, Певцы, кто вакха полюбил, За бодрость чувств, избыток сил, И выпьем, чтоб надежды наши Восход светил, благословил. Анакрион да будет с нами И поцелуй хищных дев, Тенистые ряды дерев Как будто говорят стихами И кличут что-то нараспев. Мы так гуляем, чтоб забыться В беспечной вольности своей С друзьями юношеских дней И от души повеселиться При звоне синих хрусталей. Лета пройдут. В беседе светской Припомнится анакрион, Вокхических стаканов звон И праздник жизни молодецкой, Как золотой волшебный сон. Фёдор Тютчев Великий Удел Когда египтяне, под стать пирамидам, Себе начертали Великий Удел, Иные миры создавались кронидам, Безмолвно, одним обстоянием дел. В то древнее время Под светлым покровом У музы в мечтаньях томился поэт, Но то, что глубоко, Не высказать словом И даже прозвания Этому нет. Алексей Кольцов Русская песня Кликнул клич злодей, Допустил коней Удальцов своих Напоить лихих Свежей кровушкой. Вихрем мчат они К сёдлам кожаным У опричников Приторочены Пёсьи головы. Прячьтесь, други, На удачу, Мчатся кони, Скачут, Скачут. Саранчой летят Черницы его, Отберут добро, Живота лишат. Кто останется, Уцелев умом, Тот поведает, Как в Московии Сумасшедший тать Взялся царствовать. Прячьтесь, други, На удачу, Мчатся кони, Скачут, Скачут. Нестор Кукольник Песенка Сердечко Недалече по траве Тропка тихо вьётся, А вверху, В густой листве, Песенка поётся. Слышно песенку От сель И до самой речки, В дрёме Зыблет колыбель Няня на крылечке. Чадо вырастет, Пойдёт, Встав на тонкие ножки, К той же речке Забредёт, По траве дорожки, Тронет то же забытьё Душу человечка, Стрепнётся, Как моё И его сердечко. Николай Огарёв Генерал Палач Генераль шаладная, Бюстом хороша, А сама нарядная Лапушка душа. А чего же праздник днесь, Кто гостей созвал, В речинах и в лентах весь, Сам ли генерал? Празднуют чиновники На устоях власть, Бравые полковники Не дают пропасть, Зверств и подлостей чума Властвует повсюду, Остаётся мужику Уповать на чудо. Вот ведь как оно пошло, Злобствуй или плач, Шашкой порубил село Генерал Палач. А потом в Италиях Долго отдыхал И при всех регалиях Спёкся генерал. Генеральша, ей же ей Плечи хороши, Пригласила упырей Напомин души. Зверств и подлостей чума С ними в царской доле, Лишь бы мужика лишить И земли, и воли. Михаил Лермонтов Будто сновиденье Нет, не со мною поколенье Моих читателей придёт. Скорее, будто сновиденье Выходит всё наоборот. Моей души В пылу пирушек Увы, никто не постигал. Для романтических старушек Я сочиняю мадригау. Живу для тех, кому не нужен, Кто неприятен, в гости зван, В ком не уверен, с теми дружен, И благодарен тем, кто пьян. Акт третий Алексей Толстой Московский хан Ходят тучи На царство дождя не пролив, Самодержец лукав И кровав, И труслив, И хоть дня не бывает Без казни и уз, Широко развернулась Татарская Русь, На застенке ордынцев кресты И водрузив. Там, где виселицы, Веселятся ежи, И мурза объезжает свои рубежи. Удался ли побег Или умерили плыть, Кто возьмётся в стране этой Что изменить, Если самые храбрые пали мужи. Только уш проползёт Стороной в борозде, Только ветер присвистывает В бороде, Редкий зверь прошмыгнёт Горемычный на юг. Хан Московский Бушует с опричниною Без боязни Христа У себя в слободе! ЯКОВ ПОЛОНСКИЙ На рассвете Утро каждое, и это Начинается с рассвета. Вверх, скользя по небосклону, Разливается заря, И кусочки янтаря Сыплет тополю на крону. Он скорей стряхает их, И в алмазы на травинке Превращаются росинки, Отчего и светел стих. Афанасий Фетт В альбом В этот вечер С плеча твоего Сходит солнышко к светлой постели, В поднебесье влюблённые трели, Ты не спрашиваешь ничего. Много ли можно понять про меня? Посмотри, перед самым закатом Облака облачаются златом, Вьются ласточки в небе звеня. Каждый образ пугливо немой, Посмотри, в полумраке трепещет, И луна в окна синие блещет, Будто с бала вернулась домой. А с утра тех же ласточек звон Дарит радость душе щебетанье. Посмотри, неж ветвей колыханье Устремляется на небосклон. От него я и происхожу. А что сталось, ты спросишь, с поэтом? Как его? С Афанасием Феттом? Я потом всё тебе расскажу. Аполлон Майков. Таинственное воплощенье Поборник эмпирической науки Пытается гармонию разъять И алгеброй, как камертоном звуки, Поверить, как и что могло звучать. Но есть могущественней мирозданья Такие силы, что ни Лок, ни Кант Не смели и взглянуть без содроганья, Задумывая новый фолиант. Один поэт осмелится на равных Жить в этом мире, а мечтой в другом, Там нимфы веселят его, И фавны плетут корзины, Прячась под венком. И счастлив он ему давно не внове, Как в светлой роще пенье соловья Таинственное воплощенье в слове Иного измеренья бытия. Николай Некрасов Имперский дух Влюбился отрок, кучер Ваня. Всегда сердечно и мила она Плодом у тех была сиятельного князя. В бане с дворовой девкой хулиганья Князь распалился добила, та от него и понесла. И дочке полюбился Ваня. Имперский дух он в чистоте Достойного дворянства рода, Когда для пущего дохода И дам с глубоким декольте В боголюбивой доброте Во славу русского народа Дельцы в любое время года Торгуют братом во Христе. Врачуют дух степные дали, В лесу прохладном тень густа, Они разлучены спроста, Друг друга больше не видали. А господа её продали, как лошадь, но без хомута, Вблизи Кокушкина моста Его на Лиговском канале. Лев Мей К Солнцу У кромки над морем чёрным Сосна вековая стояла, Одна небосвод обнимала В стремленье своём упорном. Был камень под ней источен, И яма размыта дождями, Струились ручьи под корнями, Чтоб только однажды ночью упала она. Волны синие её подхватили в потьмах, Кружили, бросали, носили На грубых солёных руках. И кто-то, жесток и резок, Сказал, что судьба наша – прах. Но чудный зелёный подлесок Пророс на крутых берегах, Из зёрнышек к солнцу Взносило иголки и ветви, И вот в них было довольно силы, Чтоб снова объять небосвод. Аполлон Григорьев Любовь взаймы Пусть ураган моих страстей Слабее стойкости твоей, Прошу, мой друг, mon cher ami, Возьми мою любовь взаймы. Что мне от счастья твоего? Ведь ты потребуешь всего, Уже без праздника и лент, Всю жизнь платить тебе процент. – Вообще тогда мои труды! Довольно с солей и воды! Меняю слёзы на грехи! О, да ты не только про стихи! Иван Никитин Престол ума Кто в юности своей не мыкал горе, Не погружался, глядя на цветы, В самолюбивые мечты, Не распевал про волю на просторе? Быть может, есть такой закон природы, Что призван возвести престол ума, Пока месь бедняку грозит с ума, И он не знает в счастливые годы? На что ж ещё раз тратить жизнь и время, Когда пусты усилия всё равно, И огоньком не теплится окно, И бесконечно ожиданий бремя? С годами только в бороду седины, Где прежний удалой семинарист, Замолкли в чаще стрекотня и свист, И никакой разумной середины. Дух отступает, жизнь проходит мимо, Свет миллиардов сон с порой ночной Снедает тьма над бледною луной, И в сердце пробирается незримо. Алексей Плещеев Путник запоздалый Путник запоздалый на глухой дороге, Сонный и усталый, обиваю ноги, В мыслях невесёлых подыщу ночлег, В городах и сёлах всюду ранний снег. Выпадет, растает, день-другой пройдёт, Снова заметает в лужах тонкий лёд. Просыпаюсь, очи горьких слёз полны От печалей ночи, жди теперь весны. Акт четвёртый Константин Случевский Сатанинские примеры Опускают черти в серу Взгляды встретились, узнали, Чтобы души были глуши, Не сидел никто без дела, На дровах смола шипела, Чтобы души были глуши, На углях горело тело, Черти воск налили в уши, Чтобы души были глуши, Не сидел никто без дела. Целованье на прощанье Сатана привёл примеры Старой, как земля, химеры Целованье на прощанье В ус не дуют кавалеры, Собираясь на свиданье Целованье на прощанье Сатана привёл примеры Алексей Опухтин Перед разлукой В мятежной юности За городом вдвоём Гуляли долго мы Под ясною луною. Был мир от нас далёк, Мы думали о том, Что расставание Одно всему виною. Что чувствовали мы Июньской ночью той, Немногие слова Сказать могли едва ли. Мы оба грезили, Но разною мечтой Из глубины сердец Печали отвечали. И тут запела ты, И голос твой дрожал, И понял я твои Сомнения и муки, Как в жизни никогда Ещё не понимал, Какими был сражён Потом и я В разлуке. Иван Суриков На окраине Зачем-то проснулся Ни свет, ни заря В неясной тревоге. Последние листья В конце сентября Летят по дороге. Минули погожие дружные дни, И нет им возврата, Зелёную степью промчались они, Заброшена хата. Подались на заработок Бедняки, Всё в город уходят, Полны вдоль дорог До утра кабаки, Потехов народе. Эх, видно, Совсем бедняку не судьба Любиться в достатке, Кто нежил богато, Гуляй, голытьба, Гуляйте, ребятки! Судьба неразмотанной нитью В клубке То вьётся, то рвётся, То цельная, То узелком в узелке Не раз обернётся. Зачем же такая? И как велика Хотя бы примерно? Да коли ещё будет Так же горька? Не ведать, наверно. Поблекшие листья В конце сентября Летят по дороге, И всё просыпаюсь Ни свет, ни заря В неясной тревоге. Владимир Соловьёв При вечной подруге Каждое сердцу любви приношение, Вся красота бытия, Промыслом Божьим Твоё украшение, Всё диадема твоя. Ты, воплощённая Правда высокая, Синий вселенной сапфир, Истины семя, Стезя светлоокая И утешенье, и мир. Против хаоса И ночи воинственной Ты лишь одна устоишь, Вечной любовью Своею таинственной Сердце моё озаришь. ИНОКЕНТИЙ АННИНСКИЙ Два начала Когда-то Прометей дал людям два начала. Огонь, что распускал блистающее жало, К нему сомнение, что жалило любя. Провидец скифский царь не пожалел себя, Чтоб человечество пугливым эфемером Нашло возможность жить, не прячась по пещерам. Кто из бессмертных был тогда ему указ? Титан в когтях орла терзался из-за нас. Вот и во мне огонь для пущего мученья И тяжкое гнетёт в твоей любви сомненье, Когда, даря тебе всю магию искусств, Я, смертный и титан, молюсь на пламень чувств. Что, если и меня попрут с порога в шею? Кого-то полюбить когда ещё посмею? Семён Надсон Ожидание Персеид Ночь спустилась. При полном параде Отражаются звёзды на глади Небольшого лесного пруда. Вдоль дорожек краснеет шиповник И цепляет колючий терновник Рукава приходящих сюда. Смотрят в небо они, словно дети, Грезят в лунном серебряном свете, Ожидая вот-вот звездопад. Руки скрещены, лица подъяты, И щекочет дыханьем усатый Дядя ушко её вакурат. Фёдор Сологуб Жизнь бурлит Ненапрасно к земле издалёка Возвращается солнечный свет, И природа вздыхает глубоко, Разорвав ненавистный корсет. Жизнь бурлит И восходит к началу. Оттого и зовётся весна Это время, когда не пристало Равнодушно взирать из окна. Сколько маленьких важных открытий Благодатную тайну хранят, Погружаясь в пучины событий, Я вперяю внимательный взгляд. Обо мне пишет критик мой строгий, Отмечает, что нежен, суров, Простоту и изысканность в слоге И оточенный образ миров. Что ж, любуйтесь, Отверсто зияет В обороне пробитая брешь, Так не плюйте, как это бывает На мою многозначную плешь. Вячеслав Иванов Слуга Языка Со мною в полузабытии Слов крутокорные ладьи И символы, что коромысла, О двух концах на них бадьи Двойного связанного смысла, Соседствуя в келейном мраке, Как дух святой с мощами в раке, Мне тычут мой же черновик. Ты понимаешь наши знаки, А значит, знаешь наш язык. Однажды, разгадав секрет, Куда уходит звёздный свет И прошлое, куда уходит, Я понял, что любой ответ Всё к тем же символам приводит, А те, пролив бальзам на уши, С елеем лезут прямо в души, Чтоб завладеть наверняка. Господствуй, раб, над третью суши, Но будь слугою языка! Константин Бальмонт Моему читателю С моим рожденьем нерасторжимо В мирах грядущих с тобою связь, Ведь для бессмертия необходимо Раздваиваться переплетясь. Без пересудов о злом кощее, Как мальчик с пальчик отважно смел, Я головою на тонкой шее Рискну, проникнув в его предел. И к логоэду в стихотвореньях Вернусь с рассказом из небылиц О невозможном, о приключениях Переплетённых живых частиц. Акт Пятый Мира Лохвицкая Канон Гепатии Красоте, что в конических скрыто-сечениях, Комментарий Гепатии дань отдаёт, Не геометр да не войдёт, Есть оплот в философских учениях И в глазах тот же мудрый оплот. Пробуждая ужасные чувства в завистниках, Собираются к ней из-за рек и морей Те, кому сладострасти и дей, Как роса поутру на трелистниках, Благодатней, чем милость царей. Но страшна преступлениями неподсудными, Изуверов толпа, вся во власти страстей, На глазах христианских властей, Подступив с черепками посудными, Плоть сдирает с неё до костей. Вы зачем, православные, В царстве уныния Погасили возможности будущий свет? Если разум вам выял навет, То зачем различаю и ныне я Этой древней истории след? Тянет свежестью с моря, Прохладною, близкою, Согревает лучом исполинский маяк, И, дразня, убегают во мрак За гепатией александрийскою, Плески волн с голосами гуляк. Иван Бунин Молодые годы Мы играли в теннис на лужайке, Ты меня учила подавать, А потом спешили бросить майки На мою кровать. Ты меня таким тогда любила, Ненасытным, искренним, твоим, Ничего не надо, говорила, Просто будь любим. Были с нами дом земной и небо, Игры в мяч, а не ведь то же, Что с голубями поделиться хлебом В мифе божество. И хотелось в счастье это верить, И хотелось просветлять умы, Никогда не закрывая двери Вмиг, с которым мы. ТЕФИ Шампанское вино Дрожит рука. Ты пьян, факир. Пусть публика грозит, не суть, Ты пьян, ну разве что чуть-чуть. Одним прогар, другим весь мир. Куда ведёт обманный путь, Ты хочешь жадно заглянуть. Как будто выйдя на экран, Заученным движением рук Прельстишь буквально всех вокруг, И мне в бокал плеснёшь, дурман, Чтоб я легка, тонка, смугла, Сама у ног твоих легла. К чему шампанское вино? Ты пьёшь его для куражу. Кураж пройдёт, когда скажу, Что у меня одно кино. Я с милым сердцу не дружу И только вечности служу. Валерий Брюсов Знаки запустений В старых городах, с миром не в ладах, Ищут кровот тени знаки запустений. Ночь, луны, огни, стелятся они, В клубь книгохранилищ Прячут скорбь узилищ, На свою беду мечутся в бреду, Хоть не кажут лики, Жалки, страшны, дики. В дом под крыши срез, Кто, влачась, залез И, не озираясь, проскользнул по краю? Кто в святом углу бьётся на полу И на крылья ночи загнанный хохочет, Я тебя люблю! Я тебя убью! Михаил Кузьмин Свет серебряный Не следи свою жизнь по часам, Столь неопытен взгляд твой, Свет серебряный и золотой Прикоснулся к твоим кудрям. Мне недороги больше мечты Из собранья торжественных вас, Где стояли и вяли цветы Мнений брошенных пересказ. Если только ярче сто крат Засверкает в кольце корунт, Есть ли столько в сутках секунд, Чтоб хватило на каждый взгляд? Не следи свою жизнь по часам, Столь решителен облик твой, Свет серебряный и золотой Прикоснулся к твоим кудрям. Максимилиан Волошин Парижское тело Туман опаловый окутал весь Париж. Каштаны голые, паучьи силуэты, Художник в красках груб Рисует не портреты, а камень мостовой, Грибы в провалах ниш, Слизь ржавых сточных труб И очертанья крыш, Да уголь гран-пале И рдяные просветы, В которых кажутся размытыми предметы. В разодранном пальто Месье Сагбен и Рыж. Публичные балы ему неинтересны, Бормочет что-то в нос, А звуки бессловесны, Их вряд ли кто поймет Сердечной простоты. И я, немодствуя в уродливом отеле, Предпочитаю кисть В парижском старом теле Немножко смерти есть, Но больше красоты. Саша Чёрный Мой визави Нелепо да издалека Я начал разговор О диких утках, О стрелках И нёс какой-то вздор. Ещё ни слова о любви Я не успел сказать, А ты уже, мой визави, Взялась меня спасать. Шепнула томно. Уж поверь, Я знаю в этом толк, Мой ласковый и нежный зверь, И я тот чад же снолк. Тогда ты села за рояль И заиграла вальс, И так давила на педаль, Что было слышно фальшь. Я покривился. – Милый мой! – сочла мои вихры. – Как было весело зимой На санях мчать с горы! Потом упала на диван, сказала. – Ну, теперь! А я застыл, как истукан, Совсем не то, что зверь… Андрей Белый Дар жениха Мне начинают сниться сны, Что мы, былые, снова вместе, И что признания мои – Дар жениха своей невесте, Что наши давние мечты Крылато помнили друг друга И, наконец, исполнились Дыханием нашим, взглядом, мукой. Александр Блок Былая слава Из несказанного рождается душа, Из невозвратного невозвратимо счастье, Когда ладонь твою сжимаю, не дыша, Глазами тусклыми ищу в тебе участье. И несказанное восходит в чистоте, Тогда скажи, к чему была я слава? Ведь с ней безумною в бесстыдной наготе Словами горькими в крови кипит отрава. Акт шестой Корней Чуковский Мышиный концерт Под шатёр прохладный веток, Молодой листвой одетых, На концерт пришли мышины, Белки, зайчики, павлины. Мышка дула, мышка пела, Высоко, высоко, И плясала, и свистела, Далеко, далеко. Ну, а Катя с братцем Ваней, Малой плаксой на диване, Услыхав в ограде писк, Подняли истошный виск. Побросали книжки, И бегут малышки, Вслед им со страничек Смотрят стайки птичек. Ой-ой-ой, да ай-ай-ай, Мама, мамочка, спасай, Окна двери закрывай, Во дворе у нас бабай! Катя ноет, Ваня воет, Высоко, высоко, Плач разносится по дому, Далеко, далеко! Мама слушает, Кивает, Катю с Ваней утешает. – Что же вы, трусишки, Испугались мышки? Давид Бурлюк Бес О В детскую наклонена Светит луна. Братья не спят, Карандашики чинят пыхтя Для рисунка раскрасчики. Тятя сказал, И мамка вскричала, – Рассеется, Рассея вся! Сентятября! Листы слагают И разрезают, Храбры, Грифели скрипят, Луна ставит Сентябры. Велимир Хлебников Горожане Дикобразы Разговоры, фразы, фразы, Горожане Дикобразы, Тинь-тинь-тинь, Поёт синичка, Дзинь! Рассыпано пшено, На скамеечке Табличка Не садись! Окрашено! Кучемары, Дуримары, По лесам растут пожары, В пригородах дым столбом, Колокольный звон Бом-бом! Тянут воду из реки Суматошно грибники. Им теперь не шампиньоны Вроде, Им нужны миллионы Вёдер На природе. Сум с ума, С ума тошна, При народе Нос воротят, Никакого нет рожна, Вроде соки Перебродят И родит на выпас Слово Мордой доброю Корова Му-у-у! Самовитое, Витое, Мурождённое, Живое Это слово золотое Вес имеет! Веси Мреют, Взвеси Пятен, Горожанам Запах Гари Неприятен, Что за твари Дикобразы? Дикобразы, ёжик со свиньёю в паре. Ну, нычат они, стоглазы, Вах, вах, вякнув, вязнут вязы В травах, ах, на берегу. У, скелет свой долговязый Не рискует на бегу сунуть в воду, ну, ну, ну! Владислав Кадасевич Станцы, станцы Опять перечитал в газете О вечном мире два стиха. Услышав рассуждения эти и, надрывая потроха, Болванчик где-нибудь в Китае Смеяс садится в самолёт. История, изобретая уловки новые, не ждёт. Проскочит поезд мимо станций, Мелькнут усталые глаза, О, как наивно станцы, станцы И утешительно слеза. Пока поэты ищут слово Отдохновенья и мечты, Чтоб мысли выразить толково Без повседневной суеты, Пока историки решают, Насколько нынче всё не так, Фашисты ночью поджигают Хитро и дерзостно Рейхстаг. Николай Гумилёв Баллада соизволения Обитатели облачных стад В гневе изгнанные на чужбину Воротиться обратно хотят В терема к своему властелину На святую его половину. Суждено ли свершиться мечтам, И они в потаканье страстям, Не прощаясь навек с этим миром, Взяв на небо, откушают Там кофе с булочкой, маслом и сыром. Обнимая своих дошколят, Будто ветер уже дует в спину, Груз напрячут полярники взгляд, Втиснув в рамку навесить картину, Распрощаться с женой-семьянину. Салютуя гудками судам, Им отрадней ходить по водам, То же, чтоб по стропе с балансиром Наслаждаться, мотаясь по льдам, Кофе с булочкой, маслом и сыром. Затрепещет тропический сад, Ева быстро наполнит Корзину, что сплела много весен назад, Вспомнит яблочную сердцевину И заставит наесться мужчину. И по знанию предастся Адам, Если только к волшебным плодам Капнуть чуть витамин с рыбьим жиром, Да всё то, что нельзя по годам, Кофе с булочкой, маслом и сыром. И тебе, жизнь моя, мой сезам, Чтобы старость не шла по пятам, В переездах по съёмным квартирам, Если только позволишь, ПА-ДАМ! Кофе с булочкой, маслом и сыром. Чарубина де Габриак Немного красоты Я прошу, перейдём на ты. Мне не надо других подарков, Откровенных, желанных, ярких, Лишь немного твоей красоты. И на что уповаю, молясь, В небесах Серафим услышит, Твой на ладанке облик вышит, Как священная ипостась. Сколько раз ни жива, ни мертва, Я тебя, призывая, устала, Только губы губам отдавала, Чтобы в сердце проникли слова. Но уже превращаются в дым Мимолётные обещанья, И для нас никакая не тайна, Что и так ты не будешь моим. Николай Клюев Дело ясное Подковал кузнец жеребчика купцу, Подарил купец корову кузнецу. Только сгинула в болотах вольно волюшка, Унавожена костями кормильцев волюшка. Скачут по полю гонцы, Гремят винтовками, Входят в сенцы, чтоб набить Мешки с котомками. Тут зазнобушка моя не удержалась, С белым светом и со мною распрощалась. И пошла плясать по дому, окликать И склонять на все лады, мать-перемать. Вот какие времена ныне разные, Людям шиш, а горы им да все алмазные. За гроба стал супостат добро народное, Все, что было на земле, ему угодное. И не мает савеля расстрелять врага, Обирает кулака на потеху до нога, Да карает за любовь, что в задок, что в передок, В сколосившуюся новь Топчется звездой ездок. Подковал кузнец жеребчика купцу, Подарил купец корову кузнецу. А корова, как на грех, была бодливая, А зазноба гласит слова ретивые. У моей избёнки ставинки узорчатые, У моей сосёнки веточки игольчатые. Буду любушку-голубушку спасать, Но уйдём в леса глухие не сыскать. Вот какие времена ныне разные, Людям шиш, а горы им да все алмазные. Дело ясное теперь, что дело тёмное, Едет Сталин на корове, ест скоромное. Из своих из тёплых спален Едет повышать налог. Ты куда, товарищ Сталин, у коровы один рог? Как боднёт тем рогом в глаз, не сощуришься, Как мотнёт башкой за раз, окочуришься. В страхе, как в тумане, Коль любви не станет, вот чего боюсь. Всё ли ты одюжишь, соломенная Русь? Бросят на земь, сдюжишь? Чтоб казнить не нужен нынче даже крест, Бог тебя не выдаст и свинья не съест. Марширует прямо, топчет черепа, Без креста и храма, в городах толпа, думкой небогата. Посреди равнин брат идёт на брата, Приговор один – к стенке, сразу к стенке. Как из деревеньки, из родимых мест, Увезут, поставят, слышишь вой о крест, Заберут, поставят, плаху в песнях славя, Вся уйдёшь в расход. В страхе, как в тумане, Кто тебя возьмёт, разве разберёшь, в тёмной мути, вот… Самуил Маршак Замечательная книжка Мне замечательная книжка вчера попалась на глаза. Её читал один мальчишка, И с ним девчонка ягоза, заглядывая, Изгибалась вверх гимнастической дугой, И даже не велась на шалость, А на скамейке под рукой Черствела сдобная ковришка, И таял радужный пломбир. Такая маленькая книжка, А уместила целый мир. И были в ней моря и горы, И полный штиль и ураган, Походы, битвы, шпаги, споры, И зов далёкий дальних стран. Когда ж они от книжки этой Чуть отрывали жадный взор, Сияньем праздничного света Был озарён кругом на строк. Действие второе Революционное Акт седьмой Игорь Северянин Поэза изысканности И колесницы солнц и землю Я поместил к себе в чертог. Всё, что изысканно, приемлю. Я – дерзновенный эго-бог. Вдыхаю небо голубое, Взамен вещей слова. Везде шалит дитя языковое, Как рыба плещется в воде. Он не для всех, не повсеместный, Один над целою страной, Какой он всё-таки чудесный, Язык поэзии родной. Изыски слов мои заранее Он в колесницах солнц возжёг. Мы двое, Игорь Северянин, Мы двое, гений эго-бог. Владимир Нарбут Угол падения Душно, душа немеет, Злоба берёт к письму. Выйду, в конце аллеи, В кассе билет возьму. Сторож глухой в музее Правде готов служить, Летом в жару кочанея Рад будет поговорить. Сей старичок расскажет, Связкой тряся ключей. Угол падения важен Солнечных длинных лучей. Знает о климате всё он, Много читал куря, Классовым крепко подкован Учением октября. Речь заведёт о Будённом, Красного знамени стяг Держит, как штык с наклоном, В степь, где укрылся враг, Кажется, строже и старше В кожанке губчака, Куда любовь комиссарше В гражданскую привела. Помнит весь путь безотзывный, Гул как гвоздил пулемёт Республики федеративной. Только вперёд, вперёд! Мира грядущего зодчий Свободен, не одичав, И жив человек рабочий Смертью смерть поправ. Что же его всё гложет, Фосфором сеет, к чему? Ночью уснуть не может, Долго глядит во тьму. Пусто, душа немеет. Раз, два, три, наперечёт, Где-то в конце аллеи, Там, глянь-ка, о, вишня цветёт. После дождя – грибы, После вождя – гробы. Дон Аминадо Минутная близость Что ж вы так рассудительны, право? Я совсем не любовник-герой, Рифмоплётствующий, лукаво, Занимающийся собой. Проявите ж ко мне свою милость, Не беритесь судить по себе, Ведь не я за минутную близость Благодарности шлю судьбе. И на ваших прекрасных коленях Не моя отдыхает рука, И мои не витают сомненья Возле вашего лика. Сергей Клычков Не судьба С дождика овёс Поднимает ость, Так и я взошёл, И косматы рос В стороне родной, А теперь я гость. На земле стою Знаками живым Между городом и деревнею. Нету мне любви. Вот какой уклад! На тебя взгляну, Слова не скажу, Лишь потуплю взгляд. Парни хмурые Вкруг тебя стоят, Словно ратью рать Потеснить хотят, Да не очень-то получается. Ну, а ты сама Вся с иголочки Говоришь, смеясь, Задушевно так, Деревенская комсомолочка. Шёл бы ты куда, Добрый человек, Лесом по ветру, Как легла роса, У тебя одна Дурья голова, У меня одна Русая коса. Новый день настал, Шёл и думал я, Я тебе не мил, Значит, не судьба, Значит, не тебя Я вчера любил. Александр Вертинский Городской сумасшедший В нашем герцогстве Маленьком Герцог мудр и строг, Он – бог, И на троне, На стареньком, Искривляет роток, Взевок. Одеваясь опрятненько, Шлёт ему сотни от народ, И привычно и ладненько Жизнь такая течёт Весь год. В прошлом был один сумасшедший, Может статься совсем больной, Плакал о герцогине, Ушедшей за чужой, Но вечной весной. Разве жалость была неуместной? Пальцем, будто кому грозя, Он скорбел о стране, Известной, что ни жить, Ни бежать нельзя. Доверял другу встречному, А потом замолчал, пропал, Рано скоро залечено, Разъярённый капрал пытал. Он висел изувеченный, Изморосью оброс и бос, С той поры неотвеченный, Донимает до слёз вопрос. Кто он, волею судеб забредший, В нашей дебре закончить срок, Если не городской сумасшедший, Так апостол или пророк? Пусть его не признали люди И не принялись сердцем своим, Ничего, ничего не убудет, Ничего не рассеется в дым. Николай Осеев Опять расхитители За пепло светителей Иконы и ризы Опять расхитители Играют в сюрпризы. В разухабистых двадцатых Разум бабистых ребяток Омрачался злой заразой Из культуры буржуазной. Нам тогда страна досталась Разорённой и отсталой, Чтобы с голоду не сдохнуть, В руки взять пришлось эпоху Кабаков, наживы, степа. То была всем скрепом скрепа, Этим же и горя нету, Что прошла эпоха Непа. Пыль и тлен от Саваофа Сбыли члены до Саафа. Анна Ахматова В заточении Как мало в марте первого тепла Сквозит узор на полотне стекла, Вот так и я у своего окна На родине моей заточена, Чтоб приходили каждый вечер Виденья прошлого навстречу. Здесь, под снегами, в звонкой тишине Мои стихи, что брошены в черне, Бессолнечные и мрачные сады, Огни дворцов, замёрзшие пруды, Фонтанный дом и ангел вышний. И голос музы еле слышный… Николай Бурлюк Семнадцать лет Жук взбирается в канавке, А в бильярдной бьёт дуплет. Мы сидим в саду на лавке На двоих семнадцать лет. Нас минует сам не свой При делах городовой, Зорко вглядываясь в лица. Чуть качает головой Грезящий о поле слабом Мещанин с цветком в петлице. И с улыбкой волевой Бообаб за Бообабом К свежей тянутся водице В павильоне у девицы. Мы ж сидим себе на лавке, Задраны без сандалет, Ноги к пузу у малявки. На двоих семнадцать лет. Борис Пастернак Литературный приём Бессмертное межсмертных рождённое слово, И жизнь символична в значенье своём, На то не спросясь и даётся сурово Писателю литературный приём. Даётся, когда рысаков-растреножив Садятся легко канормейцы в седло, И он вместе с ними, бывало, что тоже Казацкую шашку вздымал наголо. Потом репортером в Тифлисе, Одессе, В поездках по Грузии жизнь наблюдал, Как будто бы на каменистом отвесе Грозой взбаламученных туч перевал. Всё ниже спускались к заставам гвоздильным Обманы безмолвия, рваная тишь, И властвовал подлый и слабый над сильным Наган на шнуре сумасшедший фетиш. Когда же писатель вернулся к работе, Ни жизни, ни смерти, ни сги не боясь, Гремели колёсные пары в ободьях, Как данная опытом взаимосвязь. Все вещи земные, и всё поднебесье, И мёрзлые ветлы в тисках января, И пропасти с порослями мелколесья, Всё стало словами его словаря. Акт восьмой Осип Мандельштам Темница мира Кто б ни был он, но прав, В темнице мира, сказав, Не сотвори себе кумира. Кумир не утолит твоё страданье И не разделит боль при умиранье, Возьмёт огонь и кровь и скобу слова И не оставит ничего живого. Быть может, и тогда нам мало будет И мир убийцу даже не осудит, Ведь после залпов громовых орудий Всё теми же с людьми прибудут люди, Готовые отдать своё здоровье За наше счастье жить в Средневековье. Всеволод Князев Обрывки строк Я не заметил этот миг И не почувствовал удара, Когда сгорел мой лучший стих, Сгорел без мук и без пожара. Я гордо усмотрел в золе Безумье прежних заблуждений, Что все болезни на земле От нервов и от наслаждений. И лишь потом в глухой тоске Я стал прозрачен и неволен, И мукой было сжать в руке Обрывки строк Я ими болен. Илья Эренбург Пора постиженья Мне с детства усвоить пришлось поговорку. Тому тяжело, кто всё помнит вовек. И правда, взбираться, всё помня, По взгорку не стоит пытаться. Сгорит человек. Товарищи гибли. За что? От чего же? Простить не сумели, забыть не смогли. Со временем всё же и я не моложе, И слабо их помню. Дышали, ушли. У времени в домнах литые колёса. Под них попадёшь, не останешься цел. Прижмут и раздавят, как мошку, без спроса. Лубянка, суд тройки, тюрьма и расстрел. И что в назидание оставим потомкам? Баранью науку об леньи стад, Расписки о займах с железным осколком, Коллекции грамот, дипломов, наград. Увольте! Такого бессмертия не надо, Когда лотерейный решает билет, Пройдутся колёса по мне или рядом, Насколько кровавым окажется след. И я, по заслугам, ценя поговорку О тех подневольных, кому тяжело, Из кресел партера ступал на галёрку, Чтоб мне в лотерее вернее везло. Да здравствует Янус! Двулик без двуличья. Он видит и знает, что было вчера И завтра что будет, Что смог бы постичь я, Когда постиженья настанет пора. Сергей Третьяков Хроники Голодомора Часовые вокруг Ночь Усмешка-припевочка В оцепленье село И уезд, как футляр Пухнет дома От голода девочка, В животе у неё Земной шар. Дедка с бабкой В гражданскую сгинули, На печи мать лежит Ни жива, ни мертва. Заходили, искали, Забрали и вынули Всё, что спрятано до Рождества. Не осталось ни корки И даже ни семечка С топором поднимался Ослабший отец. Только кончилось его времечка Пристрелил, как собаку, боец. Две сестрёнки её И два братика Отошли в вечеру И не жутко смотреть, Как наружу ползёт Из меньшого пузатика Смерть. Марина Цветаева Барыня-сударыня В два притопа Легонечко Модно парни танцуют, Смотрит умница Сонечка Хоть не барня, Псуе. Миг Смекает тихонечко, Как сочли виноватой И вдову Склифосовского Порубили лопатой Вот такие ребята Порожденья Бесовского Силы малоцеватой. А дочурку повесили Во дворе На осине. Может, те же ребяточки Всё по той же причине Фотографии папочки В генеральском мундире Могут в проруби утопить Вот так-так В два притопа И верёвкою удавить Вот так-так В три прихлопа Могут голодом Заморить Не убийцы, холопы. Георгий Адамович Вспоминая Петербург Светает, Уже постепенно светает, Блистает осенней зарёю восток, Какой бог столетие с нами играет, Он тоже похоже, как мы, одинок. Пусть это не будет распятый сын Божий, Пусть это какой-нибудь древний божок, Кто нам приглянулся хмельной и пригожий Во мглу бездорожей с собой поволок. Светает, И над Елисейскою аркой Пронзает величественный небосвод Шпиль адмиралтейства спасительно ярко. Кораблик под парусом ходу даёт. Владимир Маяковский Удар чечёткой Сидели, ждали вечера, Когда спадёт жара. Сказала мне доверчива, Как младшая сестра, Коль правда делать нечего, И смолкла, Вышел пар. Доверчиво до вечера. Управишься? А то! Опять зажали гонорар, Такое вот лото. Главбух зловредный старикан, Ужасные понты. Когда-нибудь возьму наган, Придут ему кранты. Так сразу смертный приговор. Меня не знаешь ты. Смотри, как я решаю спор. Попробуй без балды. Я знаю все его ходы. Встану, Широко расставлю ноги, Гляну за очки ему в глаза. Ты зачем, скажу, товарищ строгий, Здесь сидишь? Бодай тебя, коза. Если пролетарскому поэту За работу в шахте воплати, Полагается платить монету, Ты не думай долго. Заплати. Понимаете, товарищ Маяковский, Залопочет он по-стариковски, В кассе денег нету ни рубля. Будете на следующей неделе, Милости вас просим. Вот же тля! Ты пойми, бухгалтер, В самом деле, Никаких на следующей неделе, Никаких, Владимир, дорогой, Я в твоём серьёзном кабинете Сколько надо буду на паркете Так тбивать тяжёлую ногой. Что, так просто? В этом ты уверен? В рот ему я сунула бы дула. А мой способ прост и нечрезмерен. Свой пиджак кладу на спинку стула, Засучив рубашки рукава, Предстаю готовым для разгула И стучать берусь без баловства. Во, гляди, сколь крепок мой каблук! Тук-тук-тук! Да тук! Да тук! Да тук! Да тук! Так по этажу гуляет звук. Из конторок прыскают чернила Я и осьминог, и осьмирук, Подыму, ужо, всю чернь из ила, Взбаламучу муть, ни дать, ни взять. Пляской, значит, будешь донимать? Из-за этих самых упражнений, Под хвостом почуяв скипидар, Принесёт старик без всякой лени В новенькой обёртке гонорар. Она почти не шевельнулась, Ну, разве что чуть улыбнулась Прелестно, уголками губ. – Володя, ты бываешь груб, Когда так гладко всё выходит. Чечётко и бью вопрос любой. Оставишь деньги на комоде В моей шкатулке голубой. Георгий Иванов. Фарфоровый сервиз. Тринадцатый год. Мирный труд. Мы верили, что создают пять чашек Кофейник и блюдца – Прекрасный домашний уют, Но только пока не побьются, А, может, пока не побьют. Зачем правонужен кофейник без зёрен кофейных? И вот его продают, И сотейник в придачу под блюдца идёт, А чашки все за бутерброд. Война, девятнадцатый год. Сергей Есенин Благодаренье Богу Пора и мне в дорогу, Туманится заря, Благодаренье Богу Век коротал не зря. Я понял с тем, что понят, И нечего желать, Никто уже не тронет Последнюю печать. В моей судьбе участие Ты принял, подарив Мне и любовь, и счастье, И за чертой обрыв. Твоя играла сила, Ко мне склонив персты, И мною говорила, Что ведал только ты. Не жаль расстаться с бренным, Не больно плоть трезва, И трубный глаз вселенным Утихнет ли едва. Пускай забудет время, Меля одним крылом, Меня с томами всеми И дорогим селом. Я знаю, чьё творенье Вся эта благодать, В руки твоей даренье Последняя печать. Акт 9 Эдуард Багрицкий Голос гиганта Море гладило когда-то Берег влажными руками. Пел я лук под облаками, Осень в чащах, Грай крылатых И паренье над стогами Ястребиными кругами. А теперь, гляди-ка, Вуба, Нет не то, что в небе птицы Вертят бытия страницы. Лёгкий, тонкий, чёрный соболь Выбегает и резвится Юрк хвостом, и нет синицы. Нежной дамочке на блюде Приготовлена собачка, В горле пушек мясо-жвачка, Истекают кровью люди. Критик, вот тебе подачка, Сабли, лёд кронштадтский, скачка! Критик спишет, Карта ляжет. Этот малый – бич России, Все прошёл перипетии, Всё пройдёт и всем расскажет Хриплым глазом истерии. Он – гигант некрофилии. Юрий Юркун Непорочная связь Я узнал в мистериях полночных, Что всему присуще естество. Даже духам в связях непорочных Нужно светлой плоти торжество. Я забуду луналиких женщин, Заполночь творящих волшебство, С духами земли и неба венчан. Ты меня хранишь, как божество. Анатолий Мариенгув Звериный шабаш Пьеро Зрителем Палач следит за нами с вышки, Мы гнём хребет без передышки. Зачем ты бьёшь меня кнутом? Орликин Затем, что стал моим скотом. Пьеро Ты был мне друг, почти родня, Зачем ты мучаешь меня? Орликин Лупит кнутом. Беги, беги себе по кругу, Узнаешь, что почём у друга. Пьеро Зрителем Как в жизни всё бывает странно. Он вроде гостем был желанным И в дом явился без обмана, Но разорил и жадно сгрёб, Что на земле моей не выжег. Орликину Остановись же! Хватит! Стоп! Дурь! По тебе стругают гроб И залпом бьют свои же с вышек. Орликин, продолжая бичевание. Шесть сотен шестьдесят шесть отрыжек! На! Испытай их все дотла! Кто в детстве начитался книжек, Пугает наказанием зла! Пьеро падает. Да будь я выжега из выжег! Всё от рождения мать дала! И ты, и я, кровей бесстыжих, Такие, братец, мои дела! Наш доктор кукольных наук, Тебе он враг, а мне он друг. Скажи, кому не повезло, И где добро, и где тут зло, А мне при нём и ночь светла. Семнадцать лет сатрапу власти, Семнадцать лет по масти счастья, Ну, а ему хвала, хвала! Играй, холоп по струнной части! Сегодня шабаш у Пегаса, А значит, водка есть и мясо! Убегает. Пьеро. Безнадёжно. Звериный шабаш у Пегаса, Так бесы жаждут свистопляса! О, как нелёгкая свела! Семнадцать лет урод у власти, Семнадцать лет народу счастья Пускаться в тёмные дела! Раиса Блох В саду Дождик мелкий зарядил Песню грустную о лете, Что никто не навестил И никто меня не встретил. Думала, что пожалеешь, Руку дашь мне, Но так нет ведь! Только яблони в аллее Мне протягивают ветви. Я тебя сегодня жду! Боги, дожди к уризонте! За беседкою в саду Мой легко узнаешь зонтик. Владимир Набоков Фантомный персонаж В затерянном горном селенье На портике храма Фронтон Сын Божий в золотом облаченье На самое небо взнесён, Святые внизу полукругом С надеждою обращены К пределам в эфире упругом, А странники преклонены. Измучен героем случайным, В котором всё блаш и обман За вечером необычайным Спешил дописать я роман. И в этой тишине раздания, Где можно прожить на гроши, До искреннего покаянья Героя оставить решил. – Прощай, мой случайный сожитель, По счастью, недолго вдвоём С тобой разделяли обитель. Прощай, проходимец, фантом, Взлелеянный творческой силой. Чувствительный кончен роман, И воображенье остыло, И собран уже чемодан, Увидимся снова нескоро. – Меня он окликнул. – Постой! Да лучше Содом и Гаморра, Чем этот унылый покой. С фронтона небесные лики Смотрели в закатных лучах, И кто-то из сонма великих Лежал у него на плечах. И я, беззаботный мечтатель, Испуганный, кинулся вспять, Как будто боялся создатель Из рая Адама изгнать, И сгорблен под бременем ноши, Пресыщен творением своим, Не лучше ничем и не плоше, Не взялся тягаться бы с ним. С тех пор, бесприютно, по свету, Мытарствует этот фантом, И щейкою рыщет по следу, Потом пробирается в дом. Со временем только всё ближе Друг к другу становимся мы, Он – демон моих чернокнижей И созданной мною же тьмы. И нет от него никакого спасенья, И сладу с ним нет. Творенье разбило оковы И застило солнечный свет. Степан Щипачёв Последняя копеечка Минули годы грозные, И хоть не моралист, Смотрю на небо звёздное, Я – старый коммунист. Философу с лукавствами Мир представал таким Внутри законом нравственным И сводом звёзд над ним. А что же мы, умелые, Любой их шоколад Возьмём и переделаем На наш советский лад, Без вздохов на скамеечке, Прогулок при луне, Последнюю копеечку Отдав родной стране. Когда же годы грозные Меня сорвут, как лист, Взлечу на небо звёздное, Останусь сердцем чист. НИКОЛАЙ ЗАБОЛОТСКИЙ ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ ВОЛ Не трать напрасно сил На спор с природой, Ведь организм умнее головы. В мирах последний случай со свободой Она с тобой не перейдёт на «вы». Был выпистован ей твой малый гений. Какой бы ты там ни был громотей, Не надо ей ни жертвоприношений, Ни почестей и никаких идей. ЧЕЛОВЕК Вся пропасть сил, Отпущенных землёю, Тебе, О, досточтимый древний вол, Не сделает богаче головою Расстроенный Бесхозный скотный двор. Прекрасен труд, Когда поёт турбина, Когда гудят под током провода, Когда полна речной воды плотина, Когда и слышно рыба бьётся вне вода. Колос Всегда немой, Хоть я пшеничный колос, И вырос всем на диво, на иру, Но лишь тогда вы слышите мой голос, Когда нас много в поле на ветру. Моё зерно рождает сотни зёрен, Могу вскормить и войско, и обоз, Пусть пашет вол, Двужилин и упорен, А человек гребёт его навоз. ВИРУС Смотри-ка, разохотились родные, Как горячо да о своём твердят, Какие все однако удалые И всё хотят вернуть на прежний лад. Но поздно, не надейтесь, дорогие, Я в вас проник, свою сплетая нить, И ваши пожелания, благие, Уже ничто не могут изменить. ВОРОН Люблю я после сытного обеда Сидеть на старом сушняке верхом, С медлительностью важной краеведа, Взирая свысока на бурелом. Спокойно всё. Я жду. Моя добыча не убежит, Чтоб вылезти потом. Её глаза и мозг возьму на вычет И заслоню весь белый свет крылом. Даниил Хармс Шрум-брум По асфальту восемь ножек топают, Ища дорожек, между луж и между ям Ищут тут да ищут там. А чего им не хватает Этим четверым друзьям? Перед ними, отступая, Дядя шариком взлетает И считает, припевая, Тут доска и там доска, Тут тоска и там тоска. С детворой перемахнув За песочницы порожек, По асфальту без дорожек Побреду я на обум. Знай – молчи, Шурум-брум, Ведь молчанье – сцепка дум. Арсений Тарковский Суд пророка Я подбирал себе эпоху Ростом вровень, Как на фундаменте каркас Из крепких брёвен, И притолокулет, Как возраст, примерял, И самому себе калитку Отворял к родному языку Заветный дом печали, Где брезжет звёздами Над степью ночь вначале. Но тёмная росла Вокруг меня стена, И я не находил ни двери, Ни окна, Ни родственной души, Ни друга, Ни подруги, Везде царил Ахав И тень его супруги. И были изгнаны Навеки из страны Её сыны, За кем быть не могло вины. За ними, отродясь, Такого не бывало, Чтоб, кланяясь, Сдались они жрецам вала. И я изведал, Как свой суд вершит пророк, Чьё слово и во тьме Изобличит порок. Когда детей своих Ваалу и Астарте На жертвенник несли В каком-то злом азарте, Когда нечестие царицы и царя На голод обрекло народ поводыря, А слуги тешили Войной свою гордыню, Тогда, казнив жрецов, Пророк ушёл в пустыню. И видел я, Что был вращеньем цветовым, Илья Фесвитянин На небо взят живым. Акт Десятый Варлам Шаламов Враг народа Сын Поповский, Потому лишенец, Я не отрекался от отца, Но, как я, такой же отщепенец Вологодской ссылке уроженец, Старший брат не смел поднять лица. Брат другой погиб под красным флагом, И уже давно травой пророс, Может быть, он шёл державным шагом За Христом, За небывалым благом, Как в поэме Блока шёл матрос. Для отца, Ослепшего в расцвете лет своих, Я был поводырём. Ни учиться в университете, Ни вообще гостить на белом свете, Никаких нет прав. Живи царём. И я жил, Кому-то не по нраву, Ведь для них всегда запросто так, Чтобы обрекали на расправу Холода сибирского во славу, Ибо самый лютый враг. Борис Корнилов Тугое кольцо С отчаянной настойчивостью ямба Стучит висок. Глухое дело. Амба. Замкнулся круг, Пока рубил с плеча, Поднявший меч погибнет от меча. Мои немногословные соседи Совсем не расположены к беседе. Распотрошённый старый-старый Поп бормочет сам с собою В губошлёп. Бог наш распятый, Город богатый, Кормит не только пьяного поэлом, Плотью кровавой, Страхом и славой. Каждый убийца хочет упиться, Жаждет отмщенья, соизволенья Стада рогатых, небом проклятых. Побитым пал в селе его приход. А сам он восемь лет, как смерти, ждёт, Пугает карами, грозится яро, А тут ещё какие, к чёрту, кары, И крестится щепотью. Всё равно ж он более всех на мертвяка похож. С упрямой обстоятельностью я, амба, Твержу одно. Кольцо тугое. Амба! А то, что все мы здесь обречены, Над нарами стихи зачинены. Часов, наверно, около шести, Мне жизнь мою не спорю не спасти. Мария Петровых Сто лучей Сто огней излучает мой взгляд, Сто ручьёв собирается в венах. Ночь тревожна, и речь откровенна, Но не ясно совсем, на кой ляд Ты приветствуешь так перемены, Чтоб потом возвращаться назад. Стук к соседям. И пристальный взгляд Разомкнуть может звёздные стены, То, поверь, сквозь меня говорят Сто лучей параллельных вселенных. Павел Васильев Последнему другу Часов, наверно, около шести, Мне жизнь уже без спору не спасти. Казалось, будущему нет преград, Так радовался русский азиат. Мне двадцать семь. Таким был ты когда-то, Хоть и моложе гибли здесь ребята, Стреляя десять лет без переписки В затылок пулей в коридорах низких. И юноше с серебряной трубой Смириться трудно с этакой судьбой, Ведь ни за что не будет по указке И по анкетам петь о нашей сказке. Пусть жизнь ему взаправду дорога, Но не стерпеть никак клейма врага. Теперь, прочтя, что вывел мой кулак, Друзья навеки мы. Иначе как? Александр Твардовский Складно, ладно. Кто не знает в батальоне нашего политрука, Нужен он при обороне, чтобы дух поднять слегка, Если ж надо в наступленье подымать залёгший взвод, То без всякого стесненья жару политрук даёт, Хоть и может беспричинно, вроде бы, но маху дать. Разгромили белофинно, – кукарекала печать, – До того на холхенголе полбу самурай огрёб, Повариха в нашей школе получила мужнен гроб. Ну, а нам с политзанятий отлучаться не досуг. – Есть вопросы трудноватей? – спрашивает политрук. – Вы про немца разъясните нам, товарищ комиссар. Что он там в своём корыте сдуру напускает пар? Комиссар вопрос отметил. На портрет взглянул вождя, развернулся и ответил, Будто шляпку вбил гвоздя. – Немец он на то и немец, чтобы никому не спать, Предприимчив, как туземец, и вооружён, как тать. – День и ночь дымят заводы, крутится калейдоскоп. Был в Москве из их народа Иохим фон Риббентроп. – Ладно, вы скажите людям, не вдаваясь, что к чему, Воевать-то с немцем будем? – Вот же ж якорь на корму! Нам, Германия, союзник. А война? С чего бы вдруг? – Сышь, солдат, меняй подгузник! – Складно брешет политрук. Ольга Бергольц Колыбельная Ванюша Ты уже в кроватке? Отдыхай, мой сладкий, Долгожданный мой. Спи, усни, мой котик, Маменькин животик был тугой тобой. Злые люди падки, На беду солдатки, Как на мёд зимой. С головой укройся, Ничего не бойся, Снег мой голубой. Ты уже в кроватке? Спи, усни, мой сладкий, Нерождённый мой. Вероника Тушнова Ты мало пишешь о себе, Как будто сам себя не знаешь И бесконечно доверяешь Глухой цыганской ворожбе. С решением трудного вопроса Куда пойдём? Пойдём домой. Всё в жизни нашей криво, косо, И где он, дом для нас с тобой? В другой галактике, наверное, Где жизнь, как первый снег, чиста, Всё будет с белого листа, Всё будет с нами беспримерно. Но как же розовое чаще, Чьи кроны всё ещё цветут, И ласточек полёт скользящий, И лет минувших неуют. Я знаю цену в настоящем, Что стоит нам желанный дом, И что в мирах иных галактик Давно с тобою мы живём. Ярослав Смеляков Секретный объект Объект наш секретный на тысячи рук, Наш труд беззаветный, И нам не досуг Жалеть об ошибках, О слёзах родных, О брошенных в зыбках Малютках грудных. Мы те, кто с тележкой В подземный туннель За пайку, Пробежкой преследуем цель, Кому в спину дышит собачий нажим И врач не пропишет постельный режим. Киркой и лопатой копаем и бьём, А сверху солдаты молчат о своём, На днях у кордона, Где ветер простыл, Поймали шпиона, Амур переплыл. На пользу народу Всё то, что смогли, Добудем свободу Из мёрзлой земли. Девиз для героев Ударный девиз, Но, может, достроев, Лицом ляжем вниз, Как не побоялся китайский шпион, Который попался и приговорён, И мы без боязни глядимся туда, А нам после казни пойдут поезда. ПАВЕЛ КОГАН Когана убило И скажут другу, Когана убило. Он не поймёт, поверить тяжело, Мы вместе ладили ветрило И налегали на весло. Он не заметил смерти, скажут, Упал в высокую траву, Как будто и не понял даже, Что не во сне наяву. При нём нашли По горькой, по великой, По нашей кровью политой земле, Мы прорастём травою по великой, И три главы стихов его в столе. И друг поймёт, Что Когана убило, И молча бросит руку на отмашку, И без друзей не сладится ветрило. Ну, как же… Как же так… Убило Пашку… Акт одиннадцатый Александр Галич Голубые погоны До сих пор не пойму почему На меня обратил он внимание. Воевали уже по уму, Вся в руинах лежала Германия. Только, выпив свои сто грамм, Он отставил пустой стакан. Грех мой тяжкий, Светланины ляжки, Буркнул, Белые, что молоко, И уставился далеко. А погоны на нём голубые, Вид и выправка строевые. И, рассказывая историю Без какой-либо аллегории пьяный, Видно с устатку в хлам, Навернул ещё двести грамм. Девка старше меня была, В медсанбате судьба свела. Я пацан молодой, Не обстрелен, Только знамени партии верен, Женихался, ну, знаешь как, Чтоб не смог подкопаться враг. Раз в неделю всего-то было, Приходил к ней, меня любила, А посля начинала там уж, Повторяла надо бы замуж, Надоела эта припевка, Плохо жизнь понимала девка, Да и жизнь-то не сберегла, Под бомбёжкою полегла. А ботинки на нём как влитые, И лампасы его голубые. Тут не лезь со своим состраданием, Протрезвеет — пойдёшь на дознание. Вспомнишь каждое к слову словцо, Формой мира признаешь яйцо. Но кому на Руси легко? Грех мой тяжкий, Татьянины ляжки, Ляжки белые, что молоко, А меня будто злая сила Поднимала и к ней тащила По окопам и по земле. Коммунист? Беспартийный. В Кремле за всех нас есть товарищ Сталин, И победа за ним сказали. Ах ты ж воно куда полез, Так тебе покажу, стервец. А мундиры его голубые, Эпалеты на них золотые. Был отец при Ежове расстрелян, Мать его пережила на неделю, Раскулаченный сгорбился дед. В семилетке мне волчий билет, И макаром таким всю родню Загоняли в свою западню Вот такие, как ты, пацаны, До великой этой войны. А теперь говоришь, не смешно ли? Сколько боли в тебе! Сколько боли! Грех мой тяжкий, Галинины ляжки! У тебя ж в твоей каталажке, Если дело заведено, То кровавым будет оно! Заиграла на фронте очко, Что ляжки белые, что молоко! Продираю глаза, а совел… Разве вслух обронить, что успел? А погоны на нём голубые, Вит и выправка строевые! Борис Слуцкий Ванька Взводный Быть героем не надо таланта. После школы звезду лейтенанта Добровольцем спеша заслужить, Эх, ему бы ещё пожить! Ванька Взводный, вечно голодный, Сделал выбор, как есть свободный, Пыль окопов и минных полей. Он в ответе за всё – дуралей. И когда наступает рота Через реки, через болота, И когда погибает взвод, Он в атаку первым идёт. Ведь на то он и прозван встанькой, Командир этот взводный Ванька. А случись, как назло отступление Да контузия или раненья, Чтобы на руки пал головой, Чтобы сникнул на передовой, Наваляют ему дерьма, Обвинят, негде ставить клейма, Не без помощи политрука Подведут под расстрел дурака. Только если б не стало Ваньки, Нас бы парили в другой баньке Колючей проволокой оградив, Ни тылов тебе, ни перспектив. Так что этот несчастный взводный, Этот Ванька, герой народный, Пусть мы прах его растрясли, Может, примет поклон до земли. Давид Самойлов Адская картина И стоял уверенно и грозно Возле крематория солдат. Дети шли потупясь осторожно, Женщины прижав к себе ребят. Окунали стынущие ноги Под доглядом рыкающих псин В цинковые ведра на пороге. В воздухе был слышен керосин. Раздевались быстро на помывку. Внутрь тепло манило после стуж. Заходили, проглотив наживку, Думая принять горячий душ. Газ горел, и печи всё топились. Никогда огонь их не был скуп. Узники в предбаннике толпились, Дым густой болел из чёрных труб. И стоял уверенно и грозно Возле крематория солдат. Дети шли потупясь осторожно, Женщины прижав к себе ребят. Видеть эту адскую картину В полный рост, как будто наяву, Невозможно и наполовину. Но ещё живу себе, живу, День за днём упрямой чередою, Водку пью, и, глядя на луну, Разве только потому не вою, Что и сам иду на ту войну. Юрий Левитанский Такая жизнь Ты убеждаешь, мол, Скоро сгорю не загрожь, Только известно мне, Только известно мне, Если глаза отведёшь, Значит, ни правда, ни ложь Всё, что не скажешь ты, Значит, ни правда, ни ложь. Пусть в твоей вселенной Боги глину месят В чашечке коленной, И горшки вдовеса клепят, Обжигают, жизнь у них такая. Это всё я знаю. Ты скажи, родная, Скоро это сколько? Год, полгода, месяц, Два денька и только? Я отвечаю, Что дело из дела – судьба. И в этом случае… Смысл не имеет борьба. Это не значит, однако, Что дело труба. Что ж ещё хочешь ты? Что ж ещё хочешь ты К слову сказать? Не судьба? Пусть у нас с тобою Будет жизнь такая, Как мы пожелаем, С доброю судьбою, Ведь не боги вовсе Обжигают глину. Это всё мы знаем. Сяду, выгну спину, Ближе круг подвину И в ладони хлопну, Помянув судьбину. Григорий Пажинян Закон сохранения Мы вместе проделали Тысячи миль, Не страшно, коль шторм И не скучно, коль штиль, Друг друга подбадривали, Как могли, Коль крошевом вьюга Касалась земли, А мы под обстрелом, Ползя, проходили Закон сохранения Праха и пыли. Из этого праха Не грусть и печали, С презрением страха Деревья вставали, И в мире затерянной Мы находили Себя порассеянной Ветрами пыли. Борис Чичибабин Обуздание страстей Сколько надо жалоб сброда, Чтоб прослыть врагом народа! Сколько станет донесений На тетрадь стихотворений! Сочинитель грустных песен Неизвестен, но не бесен, У космических полотен Мог услышать дух Господень! Воевал, служил отчизне, С прибауткой шёл по жизни! Так обуздывают власти Необузданные страсти! И, проделав путь неблизкий, Загулял до беспрописки В улочке Москвы влюблённый, Бесконечно убеждённый, Что не надо привилегий Сочинителю элегий! Дружелюбен всякой твари! Избегал лишь канцелярий, Находя не раз подпорки В неизменной поговорке! Так обуздывают власти Необузданные страсти! За такую вот картину Угодил под Валентину Десять лет без переписки! Путь неблизкий! Путь неблизкий! Ох, неблизкий! Путь неблизкий! Михаил Танич Шансон года Нет сходства без приметы, Подобие одно решает, С кем ты, где ты, И пьёшь зачем вино. Из недр чёрных мира На белую скалу народного кумира Возносит к ремеслу, А иногда – к искусству, И реже – к вечности, Одно и то же чувство У всех у нас в груди. Со мной моя словесность, Скандальная известность. Я вижу по приметам, Читаю между строк, Магические знаки с моими пустяками, Кому, каким куплетом Я некогда помог. Помил, после драки Не машут кулаками. Эй, вы, довольно шлятся По улицам в снегу! Жизнь праздно обращая В остывшую золу! Готовы взобраться На самую скалу? Сюда идите, братцы! Я делом помогу! Мулат Акуджава Слава поэта Тешится над стихотворцем Юноша! Что за удел Быть либо царедворцем, Либо совсем не удел? Хочет по жизни с портфелем Сверху глядя пройти, К славе какой, проверим, Могут вести пути? Барская слава – бренна, Слава политика – кровь, Единственно, неизменно, Слава поэта – любовь. Будет она запоздалой Или далёкой, Пусть – это уже немало, Больше, чем просто грусть. Пулюй в потолок и думай, Мысль придёт не вдруг, Как извлечёшь из шума Чистый от Бога звук. Глеб Горбовский Богоносный народ Незавидная участь Рапсилу Преждевременно гонит в могилу, Посреди бездуховной пустыни Излагает Иван Полина. Но у милой Внутри всё стынет. Ах, мон шех, Твоя дочь – рабыня, Нужен выкуп! – Да что ты, Полина, Не чужого она, господина, Слава Богу! – Твоя дочь – родная, У тебя же раба крепостная! – Да, такая вот чертовщина. Это здесь у вас эголите, Полстолетия как либерте, А у нас богоносный народ Сам себя беспощадно дерёт, В Петербурге за милую душу Привыкают к большому кушу. Всё-то ей разложил от и до, И не молвил ни слова на фене, Потому как мадам Виардо Растолковывал жизнь Тургенев. Акт двенадцатый РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЧЛЕН СОЮЗА Удостоенный званий поэт, Ненавистник и джаза, и блюза, Для него невозможного нет, Не сгибаем, как пень, член Союза. Он себя раздаёт по частям, Съезду партии ум, честь и совесть, Обходительность важным гостям, А не важным новую повесть. Лауреат он не рубит с плеча, И в союзе с больничной койкой, Без инфаркта и паралича Поспевает за перестройкой. Роспитатель народных масс Всё умеет и всё-то знает, Он цветочки для нас припас, Бережливо пыльцу отряхает И стращает грядущей бедой. Многочисленное это семя Прорастает травой-лебедой, Ну, а ягодкам будет время. Евгений Евтушенко Полицейский Моралес Карта к карте, шар в лузу, Немудрённое дело, Чтоб не праздновать труса, Быть на мушке прицела. И ни лучше, ни хуже Я такой, как другие, Портупея не душит Пожеланья благие. Сколько в мире богатых Процветающих стран От делишек проклятых Дёру дал капитан! А ведь был образцовый, Безупречный службист, Объяснить мог толково Послужной в ценах лист. Нынче, чувствую, Спину не прикроет напарник. Мне бы тоже покинуть Криминальный свинарник. Избегая расправы, Буду помнить вдали Обалденные нравы Этой бедной земли. Андрей Вознесенский Идеальный мужчина Идеален Вуди Аллен, Я, прости, не идеален. Был бы я, как этот Вуди, Всем знаком на сотне студий, Фильм за фильмом в Голливуде, Словно пирожки на блюде, Подавал на радость людям. Как же этот Вуди Аллен Всем на зависть идеален! Был бы я, как Вуди Аллен, И красив, и гениален, Ты блистала б на Бродвее, Как Марго, Как Лорелея, И нисколько не старея, Танцевала б непременно И Фокстрот, и Макарену. Ну, а так поёшь и пляшешь Троекуровой умашей Тоже, впрочем, очень ловко В антрепризе на Дубровке, В залах Зимнего дворца Ламца-дрица-гопца-ца! Юрий Висборг На стремнине В октябре осыпаются с лиственниц Рыжим потоком, Миллионы таёжных хвоинок Наступает их срок, И рыжеет река В мелководьях своих ненароком Крутит-вертит хвоинки, Сбивая, как пену, в комок. Эта осень пришла, И хозяйничает в Забайкалье, И катает из хвои шары На пустых берегах. Я опять покидаю надолго Своё зазеркалье, Пусть ему повезёт Отоспаться хотя бы в снегах. Я скучал по тебе. Эта мысль не давала покоя. Всё я думал, у нас впереди Не один лишь денёк. Всё я думал, что в этом Несказочном мире мы двое. Всё надеялся, что вряд ли буду Когда одинок. Всё же, чтоб насовсем, Навсегда я с тобой не прощаюсь, Хоть земляне для нас Этот сделала свой оборот. И сказать невозможно, Зачем и куда возвращаюсь. Что же, всё утрясётся, Пускай только время пройдёт. Утешите ли, попридержите За умные речи. Не спешите проехаться вдоль, А затем поперёк. Разве не был подходами Прежними я искалечен? А теперь и подавно. Поймите, какой в этом прок. И не стоит со мной говорить О моей половине И пытаться вертеть, Словно стачивая все углы, Словно хвойный комок, Оказавшийся вдруг на стремнине, Уносимый с пронзительностью Арбалетной стрелы. Разобьётся ль в конце этот шарик На сотни кусочков? Разлетятся ль по белому свету Они кто куда? Я не знаю. Моя не ответствует Радиоточка. И в безмолвном эфире Летит и сгорает звезда. В октябре В низкладушках нехитрых Деталь за деталью Осмотрю, отберу, починю, Крепко на ноги встав. Позабористей будет табак, Я вернусь в зазеркалье, Сколь бы ни был находчив На предупрежденья. Минздрав Николай Рубцов Моя гармошка Буду, видимо, и я когда-то понят, Ведь не вечно, чтобы мимо хлеб да соль, И слова мои в душе иной заронят Просветленье, а не тяжесть и не боль. Заиграла радостно моя гармошка, Развернулись широко её меха, Но девчушка снова припослала кошка С ягодою для другого жениха. Так корабль с океаном неразлучен, Уходя в простор неведомый, во тьму, Пенной солью, обдаваемой колючей, Так меня схоронят прежде, чем поймут. Геннадий Шпаликов ОСЕННЕЕ ОСЛЕПЛЕНИЕ В компании моих друзей Жизнь окрыляет вихрем скорым, Провинциальный пуст музей, В нём экспонаты наши споры. Они, как за стеклом со мной, Век памяту я коротают, Тайга становится цветной, И птицы к югу улетают. И мир под старость пуст и прост, Слепит, наваливаясь скопом, Со взрывами сверхновых звёзд И орбитальным телескопом. Белла Ахмадулина. Наука конкретного. Огонь с утра пораньше в очаге, Шипение на сковородке жира, Пунктиром пробегают по дуге Мифической асимметрии мира. Присутствие растёт в моей руке Старательно содеянных созвучий, И молния вскипает в молоке, Плутая в клочьях белопенной тучи. Земля и небо, небо и вода, Вода и суша противоречивы, Хоть и бессвязной речи иногда Бывают преодолены разрывы. Взойдёт на небо синий океан, И ливнем опрокинется на сушу, Сметёт утёсы в море ураган, И только я свою не выдам душу. Неприручённой мысли символ дик, А тайна и не требует иного, Пускай несовершенен мой язык, Но для всего началом было слово. Владимир Высоцкий Трофейное кино В кинозал довоенной поры Набивались и старый, и малый, На экране чудил небывалый Мир блестящей актёрской игры. Был он вправду и ярче, и чище, Этот живший в проекции мир, Чем привычное нам толковище Коммунальных квартир. Говорили и пели они Не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким Мы и не помышляли, Но манил этот мир, и огни, И счастливый рассказ Нас надеждаю новой на будущее оставляли. Уходили отцы на войну И не видели, как плачут дети, В их слезах, затаённых при свете, Ночью горе солило десну. И всё реже с экрана смотрели Ненаглядные эти глаза, В них теперь отражались потери, И сходилась гроза. Говорили и пели они Не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким Мы и не помышляли, Но манил этот мир, и огни, И счастливый рассказ Нас надеждою новой на будущее оставляли. Наконец, под родительский кров Пусть не все сыновья возвращались, Хоть они стариками казались После госпиталей и боёв. И крутили тогда в кинозале Кинофильмы, трофейные нам, Чтобы чаще всего доверяли Лишь своим головам. Говорили и пели они Не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким Мы и не помышляли, Но манил этот мир, и огни, И счастливый рассказ Нас надеждою новой на будущее оставляли. Иосиф Бродский Лиловый конус Язык, старик, В науке местной лишь одному ему известно, Откуда мысль стучится в теме, Откуда происходит время И априорных форм кино прокручивается. С досадой глядят на мир горшки с рассадой, И слепо щурится окно. Молчит старик, Пока покровы таинственности держат слово, В квадрате чёрном. Только мнится, какая птица, где гнездится. Слова слетают сами с губ, И к расширению заведенья Подстраивает отношенья Пространство тёртый гиперкуб. Всё сложится. Случайный жребий Былых племён чужих отребий Исполнится в глухом вращенье В четырёхмерном измеренье, В конце концов всё и зайдёт Воронкою в лиловый конус, И вещи кончатся, И Хронос запустит новый свой отсчёт. ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok